ребята всем привет у нас сегодня такая вот пасмурная погода мы едем на улицу высокогорная по центру по завокзальному району и так далее проезжаем сейчас альбику плюс давайте поговорим о на такую тему как многие говорят вот не покупайте вот этот вот район там он плохой мы поговорим о районах не будем углубляться в какие-то отдаленные варианты типа лазаревского догомыса да потому что ну как я уже недавно говорил даже в трансляции о том что ну это выбор конкретно человека который осознает что отдаленность его конкретно устраивает но все равно вот мы едем сейчас по центральному сочи не самому центру естественно все равно это считается центральный район сочи конечно он отличается отличается от привычной картинки моих подписчиков которые видят допустим как мы ездим по центру допустим адера да по ровной местности по широким определенным каким-то развязкам дорогам и так далее все это конечно здесь тоже присутствует но не везде и вы знаете когда люди приезжают допустим сочи за так сказать за недвижимостью может быть здесь в гостях куда-то да и вот его поездив в каких-то определенных местах сразу углубляется в то что вот сочи им не подходит потому что например какие-то горы потому что плотная вот эта застройка хаотичная да как многие там тоже бывает пишет может держать так вот пишет там вот качество строительства там не устраивать все остальное но это отдельная тема понимаете то есть если кто-то хочет допустим и согласен жить на определенном каком-то отдалении вот мы даже сейчас поговорим о центральном даже сочи да взять село раздольное там построен достаточно большой комплекс называется он министерские озера все его знают все его знаю любой риэлтор знает потому что там достаточно большая комплексная застройка сейчас и насколько я слышал поправьте меня там собрались наконец-таки строить школу вот зайдет туда и сетевой магазин и все остальное да но он все равно был на отдалении на каком отдалении допустим расположен раздольный километров 78 от моря так сайта пока там доехать и многие люди которые там уже купили себе квартиры сделали ремонт мы там кстати делали тоже пару ремонтов вот они привыкли к этому району и не считают его каким-то ну как сказать не ликвидным да да там стоимость квартир дешевле дешевле чем например приближенные районы к самому центру либо те комплексы которые там ну взять там фрукты например опять же почему я сравню потому что опять же это достраивало неометрия там да а ванне в принципе одинаковые вот и такие же дворы то есть вот расположен далеко вроде казалось бы да но тем не менее там отличные парковочные места отличные придомовая территория игровые площадки все такое как бы и в хорошем спальном таком тихом районе люди привыкли вот вот они не считают допустим свой район каким-то там плохим например зато там ценник да ценник там попадается от 160 тысяч за квадратный метр если мы говорим про большие там планировки трехкомнатных квартир да но зато вы на отдаленности на определенный да то есть нет там торгового центра который пешком находится нет допустим там море до которого вы пешком дойдете дешевле там допустим сама недвижимость и дешевле аренда например да то есть ну квартиры то есть там маленьких планировок как таковых то и нет вот начиная там от 40 с чем-то квадратных метров насколько я помню вот и я почему именно его сравнил просто мне попался мне попался ценник всех предложений я как-нибудь снимал определенный вот этот обзор и просто хотел людям показать многие же говорят допустим там плохой хороший район и так далее кто-то допустим вообще не соображает в этом кто-то живет например вообще в каком-то городе где экологическая обстановка она вообще опасная для для жизни для там для детей и так далее да то есть ну заводы все-таки промышленность и так далее здесь этого нет поэтому любой кулачок земли пусть он даже подальше от той инфраструктуры который хотелось бы купить за эти деньги все равно ну как бы он неплохой я был и на улице там на гуляно ездили на улице джипаридзе это вот те улицы которые районы в которых мы за там шесть лет без необходимости вообще никогда не были то есть мы не ездили мы даже туда никогда потому что ну ездим тогда когда нам нужно там ну либо ремонт либо какие-то какая-то покупка либо что-то там конкретно а так вот в такие районы мы особо-то не ездили и тем не менее там люди строятся люди живут люди привыкли что это отдаленность люди привыкли ездить на машине на транспорте детей отправлять там на автобусах или еще что то то есть если начинают там говорить о том что это хороший или плохой район он просто специфичный то есть есть районы которые допустим изначально дорогие там да этот район например там светлана это район там допустим золотого треугольника центра самого сочи да он самый дорогой считается вот конечно дороже район если матерский берем сам центр адлера он тоже дорогой да потому что он весь зеленый весь застроен уже вся инфраструктура как бы она уже готова опять же это равнина вот взять допустим район опять же макаренко например да неплохой спальный район но имеет определенную специфичность то есть он находится на возвышенности на вот все изветвлений поворотов и так далее это вам не ровный на шарпер ну вся основная его часть да не будем говорить есть у нас и курортный городок который находится наверху и застроенный чем попало там и как попал да это частный сектор это ну для сочи так сказать стандартная ситуация но основная часть она находится на равнине и этим многих привлекает вот но сколько раз я и говорю что если вы выбираете район допустим для жизни особенно для покупки не торопитесь покупать квартиру прямо около моря во первых это все сопряжено с тем что в основном такие квартиры очень часто сдают по суточным в аренду например да и вы столкнетесь с тем что ваш там дом или ваше место но будет более курортно привлекательным а если вы рассматриваете для жизни то вам конечно нужно выбирать какие-то спальный район у кого опять же бюджет не позволяет допустим купить где-то в центре до самом центре имеют и необходимая острая необходимость покупки больших планировок вот то конечно и кстати не так уж и много по предложениям я имею ввиду двух-трехкомнатных квартир вот именно если человек захотел и принципиально ему нужно двушку-трешку его начнут возить именно вот как минимум министерский озер что вы там за 15 миллионов там чуть ли не с ремонтом возьмете готовую квартиру трехкомнатную квадратов там 70 80 например да бывает и чуть подороже где-нибудь как вот например те же фрукты да там уже ценник два раза дороже но опять же большие планировки почему застройщики не строят большие планировки такие как вот раньше строили вот эти вот проекты да но потому что действительно сейчас если по-новому ценник убрать который открывается у нас какие-то сочи парк и так далее они строят по 300 тысяч там за квадрат метр плюсом да то есть и получаем мы такую картину грубо говоря вам нужно там 80 квадратных метров трехкомнатную квартиру и стоит она будет примерно около 25 миллионов рублей вот так как вот во фрукты такие вот ценники 300 плюс соответственно такую квартиру продать достаточно будет сложно ее сложнее продать чем маленькие квартиры это рынок всех квартир и когда начинают говорить о том что вот смотрите сочи какие клетушки но ребят съездите в москву посмотрите там бывает и предложение от 13 квадратных метров новостройках новостройка знаете то есть просто сейчас сложнее взять людям ипотеку сейчас сами видите все подорожало строительный материал подорожали машины подорожали и как бы жизнь становится дороже а доходы у населения они пока еще не меняются из-за этого конечно же и сочинский в том числе рынок он страдает тем что покупательская способность она понизилась пока сейчас не войдет опять же этот кризис в определенную норму и мы опять привыкнем к этим ценам и все будет одинаково так вот даже на днях когда я бы проводил трансляцию вот сказал допустим такую вещь правильную я считаю на мой взгляд что он когда говорят сочи дорого это не сочи дорого это у вас просто денег возможно не хватает если мы научимся правильно сравнивать по каким-то критериям предложение подобных вариантов квартир например с другими городами именно теми городами где допустим есть черное море это вот круг города крыма это анапа это геленджик это новороссийский так далее так вот если там допустим средняя цена около 200 тысяч за квадратный метр то здесь минимальная цена начинается как я уже сказал от 160 180 тысяч и я говорю про большую площадь да не надо думать что за 100 там 50 за 160 тысяч вы возьмете умножите там на 20 квадратных метров и найдете себе нормальное жилье это будет апартаменты это будет какие-то я не знаю маленькие площади построен опять же на участках и же с и так далее что в принципе как бы если дай бог это с документами то еще брать брать как то можно но если это на этапе стройки то вообще нельзя я уже об этом тоже говорил так вот по 180 как я уже сказал есть вот министерские озера например да то есть можно купить пусть даже в сочи по цене грубо говоря новороссийска новостройки которые там продаются а там я говорю уже ценник 180 200 тысяч то есть получается с очень не так уж слишком дорогая цена да на какие-то комплексы где уже мало предложений где маленькая планировка да там разбегаются цену уже выше 300 за квадратный метр но так в каждом городе в том числе и в москве например поэтому как бы если вы выбираете конкретное место для себя для жизни например да и вот пытаетесь понять а хорошо или плохо сначала приедете сюда снимите здесь квартиру поживите ознакомьтесь с городом например да потому что вот например если в свое время мы приехали остались в адлере хотя планировали именно в центральной сочи переехать то мы здесь ну как бы и привыкли к нему мы привыкли к равнению мы привыкли к более просторным каким-то местам понимаете а есть люди которые вот еще раз говорю приедут отдыхать допустим или ориентируется на мнение своих знакомых или родственников это тоже неправильно то что вашим родственникам привычно и нормально для них может не понравится вам например или вот были у меня тогда и покупатели когда активно занимался продажами да тоже говорили ой вы знаете мы вот хотим сочи посмотреть у нас район интересует такой-то я сразу понимаю что у этого района специфичности вот мы даже сейчас по вот этому району едем по улице высокогорную есть определенная специфичность уже видите мы поднимаемся в гору и вот кто-то кто здесь купил себе квартиру соответственно ну показывать своим родни там знакомым и так далее причем они здесь всегда были дешевле чем внизу правильно вот и конечно же кто-то говорит о вы знаете вот прям мне подходит я вот был приезжал я смотрел там допустим или просто вот понравился цена и все я хочу в этом же районе или просто из-за того что там живет их знакомый с которыми они когда-то будут встречаться и боятся отдельно где-то жить вот это неправильно обязательно снимайте тогда квартиру если вообще не шарите в районах если вы не понимаете в чем здесь различие так далее и конечно же не стоит ориентироваться на какие-то предложения по объявлениям по авито и даже по видеосъемкам которые многие риэлторы делают они показывают вам сейчас вот я на возвышенность залезу покажут вам красивый вид на море вас это приплющит вы сразу скажете нихрена себе вот квартиру прям с видом на море да я я примут хочу именно это я хочу вид на море например хочу смотреть и наслаждаться им а вот как вы будете ходить здесь пешком например по вот этой вот возвышенности это большой вопрос поэтому и опять же я не скажу не не хочу сказать что это плохой район это нехак неплохой район это неплохой район он просто имеет определенную специфику то есть здесь желательно иметь машину вот и все по крайней мере вот мы сейчас едем по широкой главной дороге это тоже плюс огромный вот поэтому дорогие наши подписчики если вы где-то увидели или где-то услышали где вам говорят это плохой район не слушайте этих балаболов потому что есть у них определенные специфики у каждого района курортный городок больше подходит для курортной зоны для того чтобы там люди отдыхали есть спальные районы которые пусть даже на отдаленности как который я вот говорю на возвышенности которые я сейчас вам показываю да где можно более бюджетно найти какой-то себе вариант и если у вас нет проблем с тем что вы будете передвигаться допустим на общественном транспорте или на машине то ну плохим его уже не назовешь как частный сектор опять же да почему-то на возвышенности много таких домов на потому что это все часто секторы поэтому здесь многоквартирных домов изначально не не строилась и не строили школы не строили садики и все это как бы надо будет куда-то возить отвозить и привыкать к этому так что по районам если будут вопросы пишите в комментариях мы обязательно их обсудим все мы приехали на таунхаус по делам которым мы делаем ремонт все удачи пока